Новое слово в диагностике организма. Как получить полный анализ крови за считанные секунды. Студенты Самарского аэрокосмического университета на пороге новых открытий. Электронные и лазерные технологии совсем скоро смогут помочь врачам бороться с тяжелыми заболеваниями по-новому. Если мы говорим, положим, о состоянии человека, то понятно, что все виды датчиков, они должны быть удобны в работе. То есть идеал, к которому мы стремимся, на который мы еще не достигли, это, например, создание, грубо говоря, одежды, в которую будут встроены датчики. Которые будут снимать, соответственно, кардиосигналы, давление и прочее. Федеральные средства, это полмиллиарда рублей, пойдут на четыре основных направления исследовательской работы. Кроме лазерных биотехнических систем, это газотурбинное двигателестроение и динамика машин. В этой сфере Самарскому ВУЗу вполне реально занять лидирующие позиции в мире. Тем более разработки самарских ученых уже активно используют в ракетостроении. В прошлом году СГАУ совместно с РКЦ «Прогресс» завершил создание двух спутников. Они прошли сертификацию и отправлены на космодром Восточный для подготовки к предстоящему запуску. Здесь целый ряд наших разработок летает сейчас уже на ракетоносители «Союз». Созданная нами система виброизоляции для бековой дорожки находится на МКС. То, что мы попали уже в среднюю группу и нам выделили 500 миллионов, это большой успех и это большой аванс для нас. Потому что план у нас очень амбициозный. Дополнительное финансирование Самарский ВУЗ получил благодаря резкому качественному скачку за последние несколько лет. Еще три года назад он стал участником проекта «5-100», цель которого – поднять российское образование на мировой уровень. СГАУ значительно улучшил свои показатели и из третьей группы рейтинга поднялся во вторую. Немалое влияние на развитие ВУЗа, как отметили на заседании Международного совета, оказало вхождение в его состав Самарского государственного университета. На достигнутом Аэрокосмический университет не остановится. Задача на будущее амбициозная – к 2020 году войти в сотню лучших университетов мира. Лариса Шалафаст, Марина Кравцова, Константин Головин. События.